Добрый день, дорогие абитуриенты и их уважаемые родители. Я рада приветствовать вас на нашем онлайн-дне открытых дверей. Меня зовут Витана, я являюсь студенткой факультета экономики, торговли и товароведения, первого курса, и мое направление – таможенное дело. Сегодня я расскажу всю актуальную информацию о нашем факультете и возможности поступления на него, а также отвечу на все интересующие вас вопросы. Прежде всего хотелось бы рассказать о том, что же такое ФТТ – факультет экономики, торговли и товароведения. Это факультет, с которого началась история всей Плехановки. Он у нас самый древний, имеет самую богатую историю. Здесь вы можете получить развитие самостоятельного инновационного мышления. Что касается вашего выпуска из университета, вы получите диплом государственного образца и единообразовательные программы для студентов бюджетной и договорной формы обучения. Возможность перевода с коммерческой формы обучения на бюджетную предоставляется студентам после успешной сдачи двух сессий, то есть через год после начала обучения, если, конечно, такие бюджетные места вакантные имеются. Наши выпускники всегда востребованы на рынке труда и имеют возможности для того, чтобы развивать даже свой бизнес. Хочется рассказать о направлениях подготовки нашего факультета. Что касается бакалавриата, срок обучения 4 года, это торговое дело и товароведение. И специалитет, срок обучения 5 лет, это таможенное дело. Расскажу немножко подробнее о каждом направлении. Начну с торгового дела. Торговое дело ведет подготовку в области организации, управления и проектирования торгово-технологических и логистических процессов в коммерческой деятельности. Минимальный проходной балл в 2017 году на бюджетную основу был 251 в сумме по трем предметам. Количество бюджетных мест в 2018 году 24. И, конечно же, предметы ЕГЭ, которые необходимы для поступления на торговое дело, это математика профильная 33 балла, русский язык 40 баллов и общество знания в 45 баллов. Следующее направление это товароведение, которое готовит специалистов в области эффективного управления товарными категориями, оценки качества, безопасности и конкурентноспособности товаров, определение их подлинности, выявление фальсификации и обоснование рыночной стоимости. Минимальный проходной балл в 2017 году на бюджетную основу составлял 245 баллов в сумме по трем предметам. Количество бюджетных мест в 2018 году равно 25. И предметы ЕГЭ, которые необходимы для поступления, это профильная математика в 33 балла, русский язык в 40 баллов и общество знания в 45 баллов. Таможенное дело. Специалитет нашего факультета готовит специалистов для сферы деятельности государственных органов управления, их территориальных подразделений и служб, которые реализуют таможенную политику страны, осуществляют таможенные регулирования и контроль и борются с правонарушениями в области таможенного дела. Минимальный проходной балл в 2017 году на бюджетную основу был равен 272 в сумме по трем предметам. Количество бюджетных мест в 2018 году будет составлять 20. И предметы ЕГЭ, которые были необходимы для поступления, это общество знания в 45 баллов, русский язык в 40 баллов и иностранный язык в 30 баллов. Также я расскажу вам о том, где работают и стажируются наши выпускники. Они находят свое, скажем так, место для будущего в Министерстве промышленности и торговли, в Торгово-промышленной палате, Роспотребнадзоре, Росалкогольрегулирование, в Метро, Леруа Мерлен, Обе, Глобусе, торгово-закупочных, дистрибьюторских и логистических компаниях, а также в консалтинговых агентствах. После окончания второго курса студенты имеют получить право практики в федеральной таможенной службе, экспертных организациях, консалтинговых агентствах, организации предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Сейчас я углублюсь больше в студенческий совет нашего факультета и расскажу о нем поподробнее. Что же такое наш совет? Это место, где вы можете найти занятия по душе, а также своих настоящих друзей. Это творческие, теплые люди и очень дружная атмосфера. Это команда единомышленников и множество возможностей для самореализации. Что касается структуры студенческого совета, она состоит у нас из нескольких направлений. Начну, пожалуй, с медиа. Медиа занимается освещением всех важных новостей, которые происходят в течение года в студенческом совете. Также есть благотворительность направлений «Зеленые сердца», дает возможность студентам выезжать в дома престарелых, заботиться об экологии и также посещать детские дома. С помощью партнерства на ФТТ вы сможете самореализовываться и учиться получать спонсорскую поддержку для своих проектов за пределами вуза. Медиа и фотонаправления учат ребят тому, чтобы они делали красивые видео и фотоматериалы, обрабатывали все это и получался качественный, красивый контент. Нарвления для выездов в школы и лицеи занимаются привлечением и информированием абитуриентов о возможностях обучения на нашем факультете. Научные ассоциации учат ребят писать научные статьи, которые повышают значительно научный рейтинг каждого студента. И также проводят очень полезные научные конференции. Ну и конечно же каждый специалист, каждый товаровед должен быть всегда плехановцем, который уверен в себе. И поэтому существует для этого спорт на ФТТ, который информирует ребят о всех спортивных мероприятиях, которые проходят за пределами и в пределах университета. И сейчас я готова ответить на все ваши вопросы. С контактами нашего факультета вы можете ознакомиться на слайде. И я буду ждать ваших вопросов.